ребята всем привет с вами вика я живу 20 лет германии о том и рассказываю начинаю свою болталку знаю вы мне все потеряли я давно не появлялась на канале почесать нос это святое ребята я на работе у меня все хорошо у меня все классно но у нас на работе много сотрудников заболела и кто я за всех отдувалась за одного человека но у нас не так много человеков если один заболевает то все идет вообще в тартарары в общем завтра мне будет 8 смена и последние дни я очень много ребятки работала один день у меня смена была 15 часов другой день 11 часов и сегодня прям вообще хайлайт 9 но при этом при всем я чувствую себя отлично несмотря на последние события кто смотрел предыдущие видео мне там поставили кисту ля-ля тополя это очень устала и да в общем что я решила решила ничего не делать а привести свой эмоциональный фон в порядок в общем поставила себе аскезу на месяц не нервничать просто ни на что не вести ни на что не реагировать как бы мне кто не пытался провоцировать посылать всех подальше не вестись на провокации дабы сохранить нормальный эмоциональный фон и тогда все пройдет но и надеюсь все так и буду будет так вот так что на работе я пропала а сегодня я работала по нормальному графику по своему ребята как пьяное время знаете сколько два часа ночи но я сегодня успела сходить на дачу с утра навела там порядке два с половиной часа я копала полола грабила 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 граблями что делают грабят вот на работе тоже очень много народу сегодня было я столько разговаривала мне на язык на плече я столько сегодня смеялась все-таки когда поменять ракурс своих мыслей на позитив да вот что я заметила и люди почему-то позитивные начинают идти на твою энергию и вы вместе хорошо проводите время когда вы в негативе то к вам идут негативные люди и еще больше вас втягивают в эту карусель негатива сегодня весь день на хихиха ха то есть если вы думаете но если вы думаете на канале я очень много смеюсь вы знаете скорее всего от работы зависит от моей вернее имеет прямое влияние от моей работы я должна быть на работе всегда веселой на позитиве поэтому скорее всего мне подходит это работа я подхожу на свою работу и я люблю свою работу ребята если бы я не любила навряд ли я бы согласилась работать 15 часов вот честно причем вынуждена по собственному желанию можно было бы найти какое-то решение но я решила почему нет вот и тем самым я общаюсь с людьми сейчас больше позитив и как бы о своих болячках я вообще забыла мне даже болеть перестала представляете я прям все-таки думал еще двадцать восемь дней это моя эскеза вот но это не просто так да что я вам сказала я себя вознаграждаю я ставлю цель сегодня вот от дня ко дню да то есть это за один день сегодня делается бывают у меня какие-то выпады бывают у меня провокации в течение дня но я ставлю себе цель один день не нервничать не реагировать не принимать ничего близко к сердцу и вечером не ждет благодарность от меня самой вот это бывает разные вещи там какие вы сами себе должны знать что вам нравится вот я жду вечера чтобы себя отблагодарить и каждый раз когда мне кто-то провоцирует на стресс я нет иначе не получу что хочу вечером ну почему вечером потому что я работаю во вторую смену ну вернее один день представлять я работала с девяти утра до двенадцати ночи ха и поняла что все зависит от настроя иногда я прихожу на работу я знаю что вот у меня рабочий день восемь с половиной часов и там через пять часов я уже а я устала и не могу ой скорее бы файрабанд а здесь я поставила себе как бы в голове то есть через девять часов файрабанд у тебя не наступает то есть тебе нужно держаться вот я просто представила что я нахожусь дома вот дома же мы нормально себя чувствуем и благодаря вот этому представлению записки сумасшедшего я реально была как дома и чувствовала себя прекрасно до самого вечера вы представляете хотя вообще себе не могла представить что я могу где-то как-то работать 15 часов на одном месте я молодец я крутая и дача ребята это дело и другие дела я успеваю делать все таки очень много зависит от нашей головы вот а на работу кстати свои проблемы не беру вы берете свои проблемы на работу я нет я отключаюсь я прихожу на работу и все у меня вот вот здесь вот есть я люди дела то есть я такая трудотерапия вот есть проблема я иногда беру работу с собой домой вот это плохо то есть я поглощена теми событиями а дома я прихожу и как бы все это прокручиваю наверное вот это вот плохо надо над этим тоже поработать но когда филиаль айтер это маловероятно да потому что весь день даже когда мне выходной мне все равно звонят что-то спрашивают что-то мне надо решать и так далее вот ребят на 6 минут вам наболтала все мне хорошо у лёвки тоже все хорошо на каникулах сегодня он с папой ездил на футбольный матч я думала зайдет нет зашел в свою комнату вот так что все все хорошо не переживайте просто я уработалась послезавтра у меня должен быть выходной ну вот вы знаете вот будет сто процентов будет потому что наше заведение закрыть потому что все закрыто потому что это праздник но вернее это не праздник день всех святых праздник вот завтра у нас хэллоуин и скорее всего я работаю но еще под вопросом но скорее всего я работаю завтра и мы отмечать не будем к сожалению может быть только если после 12 так что вот все ребята я засыпаю хотел еще что-то рассказать нет просто вышла сказать что все в порядке не переживайте вика работает смотрите мне даже даже мне некогда сделать ногти сходить я не могу поставить термин потому что я не знаю каждый следующий день я работаю или нет вот ужас просто кошмар синяки под глазами кошмар и ужас но при этом при всем какого-то хэ я себя чувствую отлично я на какой-то супер волне я через чур активная у меня даже в прикол спрашивала кстати на канале у меня тоже несколько раз спрашивали писали что-то принимаешь ты бухаешь нет это просто вот перестройка в голове когда происходит у людей тогда они себя так чувствую я не знаю как это работает это годы упорной тренировки работы над собой просто иногда нужен какой-то пиночек вот мой пинок это мой диагноз сейчас я понимаю от чего и как потому что я слишком много нервничала этим летом слишком много за все переживала я потеряла близкого мне человека я очень тяжело это приняла ребята если я не говорю я просто об этом не говорю да но это на меня сильно повлияло это прям горе горе горько ребят когда теряешь близкого человека потом найти и человека потеряла и вместе с ним за как будто детство кончилось что ли вот когда бабушка жива была казалось что я вот еще как бы мелкая когда ее не стало как-то все внутри перевернулась и и очень очень дом что ли вот будет потерян это мне тоже больно очень было пережить я все это переживала и ношу в себе и понимаете это прокручиваю постоянно и плюс на работе проблемы были сильные сейчас наладилось все слава богу и вот это все оно повлияло конечно на на нервы нервы это гормоны и гормоны это сбой гормонов это вот всякие вылазит такие болячки на поэтому сейчас я не нервничаю и успокоилась все хорошо все отлично все нервные стрессы мы убираем все триггеры мы убираем и просто вот эти как притворяемся что у нас все хорошо нет у меня реально все хорошо но иногда на некоторые вещи я очень бурно реагировала на некоторые триггеры я очень бурно отреагировала теперь я прописала себе какие у меня есть триггеры на что я реагирую неверно и мы просто понарошку не реагируем на эти триггеры я не знаю меня поймут сейчас девочки которые в теме мы притворяемся что у нас все хорошо это как выработать привычку не реагировать и если в течение 21 дня я на это не отреагирую я построю новую нейронную связь в мозге что можно и по-другому на и после буду реагировать по-другому это это проверено уже просто мной я об этом иногда забываю а потом когда петух в жопу клюнет вспоминаю сейчас как раз такое время все обращайтесь мне там написали опять что мне психоаналитик нужен какой психоаналитик если мне психотерапевт понадобится вот так выглядит рабочие люди в германии после двух ночи все ребят я пошла спать я еще даже не разделась я поужинала и думаю дайте-ка выйду к вам на связь на пять минут и все и сейчас я вот лягу я вырублюсь моментально все всех люблю всех целую до завтра позитив динкен ваша хрупкая пока пока